Всем привет! Я художница Мария Сафронова. Я в проекте Тверь Тим. Ну, говоря, что любила рисовать всегда. Наверное, я ничем больше не могла бы заниматься. Моё детство прошло всё в Тверской области, в Оржеве. Это было замечательное совершенно детство. Спокойное, счастливое, с ощущением, что ты живёшь в самой лучшей стране. Возможно, моя любовь к рисованию осталась бы просто хобби. Но когда я поступила в художественную школу, я поняла уже, что это не игрушки. Там ты начинаешь работать постольку, что уже себя без карандаша просто не видишь. Я решила немножко сломать себе, так сказать, привычные стереотипы и пойти учиться в современное искусство, потому что понимала, что в нём мне придётся по-другому взглянуть на то, что я делаю. И появился проект «Распорядок дня», то есть об одном дне в психиатрической клинике. Сначала я подумала, что это некорректно делать на такую тему проект. То есть это человеческое несчастье, которое должно остаться закрытым. Но постепенно у меня пришло осознание того, как можно это показать зрителям, чтобы ему было интересно. Для меня было самым приятным моментом, когда Московский музей современного искусства купил всю мою серию «Распорядок дня». В проекте «Офис» объектом стал аквариум, который я сделала в виде стеклянного здания. И в нём плавала золотая рыбка. И вот её вот это вот кружение, как бы этой золотой рыбки в воде, среди такого зеркального чёрного здания, подсвеченного, оно создавало ощущение такого вот одиночества, которое, как я знаю, испытывают многие офисные работники, хотя они работают в окружении большого количества людей. Вот эта трагедия, так сказать, маленького человека, она, наверное, становится для меня самым интересным событием, то есть конкретного персонажа. И вообще в основе каждого проекта лежит какая-то конкретная история, которая обычно связана с одним, но с несколькими людьми. Работаем над новым проектом про пчёл. И опять-таки этому послужила живая история нашей знакомой из Тверской области, которая держит пасеку. Но я всегда стараюсь в картину заложить символы, которые при рассматривании становятся понятны. Я просто знаю очень много художников хороших, замечательных, в которых нет премий. И бывает так, что человек получает даже не одну премию, а несколько, а потом перестаёт работать. То есть такое тоже бывает. То есть это не гарантия продолжения удачной карьеры, я бы так сказала. Для меня успех в том, что удаётся делать это. То есть мне удаётся продолжать работать и делать вещи, которые интересны мне, а потом становятся интересны зрителю.